Первое, что мне хотелось бы сказать, вот из тех машин, которые мы видим перед собой, большая часть на ходу. Более того, некоторые из них все на своем ходу заряжают. И поскольку здесь у нас линия автомобилей, например, первой половины, где-то до середины, ну и, может, до 19-го года, 20-го века, начать я нахожусь все-таки с Европы 30-х годов. А именно с фирмы, которая в наши дни уже не существует, фирмы DeLine. Появилась она в 1899 году, основал ее ремейт-далайер, выпускавший поначалу грузовые автомобили, вот такие автобусы, ну и пожарная машина, вроде бы, вот такую, которую мы видим в углу. Но впоследствии решил попробовать свои усилия, ну скажем так, на мере легковых машин. И получилась у него очень даже легковая. 135-я линейка, она чем примечательна? На шоссе от нее прекрасно монтировался любой тип кузова. Собственно, там работали специальные кузовные ателье, которые для легковых машин выпускали, ну, самые разные типы кузовов, в том числе достаточно продвинутые, понятно, до того времени. Видите металлическую полоску рядом с линейкой? Это, можно сказать, того времени поворот. То есть электрические тогда еще не изобрели, использовались механические. Поначалу они просто выдвигались вручную, а потом додумались до кнопки и, так сказать, механизма, который вот такой флажок надвигал, ну и было понятно, куда владеет машина после кузова. На самом деле машина получилась довольно даже мощь в такие времена, 150 лошадиных сил и где-то 160 км в час скорости для 30 кг. Более того, на их шасси прекрасно монтировался и гоночный тип Пусовой. В принципе, такие машины могли участвовать даже в год. Но у них были довольно серьезные конкуренты, например, в Италии того времени, и, в отличие от них, они до наших людей служат. А именно это герба Alfa Romeo. Вот так, но, по-моему, особенно для них это не было, именно для этих автомобилей. Просто потому что, если вы видели, ну и видели, была ли она, если чем-то из рамок стоят, то это, пожалуй, спортивный типов картового времени, то Alfa Romeo 1900, это именно чтобы уничтожить болезнь того времени. Мы видим, что машина тестовая состоит из одного мотора, то есть сильно редукцирована кабина, лобовые стекла довольно-таки значительно уменьшены. Времени безопасности, а что это такое? До 60-х годов 20-го века они, в принципе, особенно не задумывались. И надо сказать, что для гонщиков это было достаточно, ну, скажем так, рискованным вариантом, просто в скорости довольно солидная, 185 км в час машина сгоняется, при достаточно небольшой массе. С другой стороны, маневренность особой, даже такая сильно облегченная машина похвастаться не может, ну и в итоге малейшая ошибка гонщика вполне могла привлечь, привести к серьезным травмам, ахароек гибель. То есть редкая Гран-при, Милля-Милля или другие известные гоночные трассы того времени обходились без одного-двух покалеченных за раз. То есть, чтобы быть гонщиком в то время, надо было быть очень смелым человеком. Кстати, итальянцы, ну, в том числе, чем примечательной была фирма Alfa Romeo, она использовала все новые и новые технологические решения. И одним из них было использование авиационного алюминия в создании корпуса. То, что мы видим перед собой при довольно солидных размерах весит чуть больше тонн. Это как раз таки из-за алюминиевых конструкций. Видите надпись Суперледжера на капоте, переводится как Суперлёд. А она на ходу? На ходу. То есть, она реально на ней можно проехаться? Вполне, как и на обочинстве наших. Ну, собственно, эту комплект на ходу я не видел, но вот один из хорьков при мне заезжал. Вот я на этой представляю проехаться. Да, я думаю, это более чем впечатляюще. Нормально, тоже не больно. Правда, она довольно-таки малосерийная, в общем всего 30 штук. Ну, в принципе, товар-то штучный. Это страшно спрашивать, насколько стоит. Водокачка того времени. То есть, у нас стоит пожарный автомобиль, но автоматических насосов еще не придумали. Поэтому ставили двух человек. Они двое качают. Один наводит шланг, который качает штуки подсоединяем, который качает воду. Ну, и, в принципе, тушь, в общем, тушь с пожаром. Обычно превратилась в кузовый такой машины, а лестница монтировалась сверху. Ну, то есть, да, автоматически двигающиеся лестницы еще не задумались. Поэтому справлялись, как могли. Ну, и дома с другой, если на такой этажности пока еще не строили, чтобы могла потребоваться двигающаяся лестница. Мы, пожалуй, продолжим. И продолжим. Опять еще не вернусь. Причем совершенно необычный. Я бы сказал, что глава разного типов этих комартируется на шасси Адель. Так вот, это совершенно уникальный образец. В опущенном литальянской пирме Е. Ну, опять же, на шасси Адель СК. И ее купил иранцовый штат. Ну, доставлял машину на огромный парижский вызов. Приехал. Был еще ее в туристическом внешнем облике. И приобрел в свои личные коллекции. Правда, судя по обновлению этих пробегов, он его абсолютно не использовал. Скорее стоял в хорошем шаре, как на всю мою коллекцию. Достаточно дорогой в стране в мире коллекции покупал нас. Надо сказать, что я человеку на голове в России разный час. И вы получили. Вы получили. Вы получили. Последняя модель, которая ее выпустила в принципе. И надо сказать, что этот выпуск стал для первого поталь. Это уже после военной выпуска, то есть, наконец, в конце 50-е годы. И он оказался избыточно дорогой. Пусть даже с некоторыми довольно интересными технологичными решениями. В итоге вы получили всего на десятом на штуках. Родана лишь. Хорошо, если половина. В общем, нет. Просто банка вы получили. Знаешь, конечно, какая он сейчас простезонная. Этого времени. Тоже, как там, что лакомно. Но в этой фирме, как бы, хорошо выпускали. Дорогие. Модель машины. Теперь это не понравилось. И, конечно же, всегда мы говорим о романах. Не держимся. На романах. Очень удобно. Главный визор. Показываем все. Господа Идаху. У нас просто был уже час. Так что она должна подбирать с этой этажей. Ну, поэтому. Несколько сократится. Роллс-Серебряный приз. Примечательнее чем? Во-первых, бесшумность и плавность. Во-вторых, я бы сказал, это не просто машина прямом-класса. На таких машинах было не зазорно ездить даже император. Собственно, в коллекцию у Николая Второго был как минимум один Роллс-Ройс, впоследствии взятый в качестве тропе Ленина. И он его еще и переделал. Впрочем, под полугусничный вариант. Эта машина обрела еще невероятную проходимость. Надо сказать, что переделки Роллс-Ройсов происходили не только у нас. Например, во время Первой мировой войны часть из них переделали броневики. Поставили около двух тонн брони, вооружения. И прочности рамы, которую они не меняли вообще, хватало, чтобы оттаскать и как-то ездить. Надо сказать, что Роллс-Ройс вообще отличался невероятной надежностью. То есть известный случай, когда человек из очень богатой семьи на окончании университета такую машину подарили. Он прошел что-то около 102-х лет. Машину не менял и ездил на ней до конца жизни. Потомки обнаружили на спидометре пробег что-то, ну не знаю, в районе миллиона миль. То есть почти 2 миллиона километров. То есть ресурс у этих машин просто зверский. Пару слов о маскоте. Такие статуэтки, в принципе, монтировались, ну, примерно с тех самых пор, когда у машины появился какого-то таковой. Но это примечательно со всех сторон. Это серийная, так сказать, статуэтка. Получил он название Дух Экстаза и изобрел ее, изобрел ее не создателя фирмы, а их хороший друг Барон Монтегю. Он таким образом увековечил свою трагически погибшую любимую женщину Фредерику Торнтон. И, в общем, черты лица и фигуры скопированы с нее. Ну, и вот такой вот, я бы сказал, ангел, женщина с приемлемой. Стала характерная, я бы сказал, для фирмы Rolls-Royce. И, по-моему, по сей день многие модели ей сопровождаются. Но Rolls-Royce это, скажем так, для очень богатых людей. А что делать простым представителям среднего класса? Например, 44-й Бьюэк. Первый Бьюэк, на самом деле, пускал машины с самых радостными, я подумал. Но, как в этом 44-й, считался такой средний и высокий класс. И, пожалуй, даже без своей конструкции. Знаете, я эту машину приобрел в зарубежную поездку. Ну, действительно, Нартовый авиационный фронт. И, по Советскому Союзу, Михаил Иванович. Он на этой машине так ни разу и не поездил, поскольку опасался, что... Ну, поскольку купил ее на партийное средство, и вполне может за такой стрелять. Ну, за раз-раз. Обнаружили ее только уже задолго, после его смерти, его потомки. И обнаружили, что машина в идеальном состоянии. Почему все части, которые могли бы прожарить, он покрыл смесью оружейного масла и кутолит? В итоге, то, что он у меня перед собой, это оригинальная покраска того самого лета. Ну и машина на ходу. Вот сейчас садись и поезжай. Михаил Иванов, заместитель Наркома авиационной промышленности. Боялся покрасать. Понятно. Ну да. Рядом с ней у нас еще характерный пример того, что бывает, если в разоренной войной стране выпущать машину дорогого, природного класса. Лагону. Бэтлина. Один из самых быстрых автомобилей в нашей коллекции. То есть 200 км в час, и это даже не предел. Мощнейший 12-цилиндровый двигатель конструкции Пентли. Но, к сожалению, машина оказалась прожорливой, дорогой. И, несмотря на то, что красиво и очень быстро, постребованности особо не встретила. В итоге, в 44-м году выпущен, прекратился. А ферма вагон давал. Простите, прослушаю. А почему он назад-то откидывался в багажник? Неудобно, что ли? В том-то и дело, что это не багажник, это сиденье. Постой. Конструкция получила название «Место для тёщи». Залезали обычно через камину, но через верх. Неудобно. Очень неудобно. Чё ещё особенно? Ага, и полотня на верх, и её не прикрывает, и залезать неудобно, и выглянулся можно. В итоге, только случайно у нас пучка подкидывается. И то желать недалеко, и в хорошую форму. Ну, реально все, у нас любили корректианские мафии. Ну, и не только и единицы, у нас в наших денег, потому что, если делается в 2016, то есть и много у нас. А тем, у кого тут не было денег. Потому что денег надо было собрать немало. Восемь тысяч долларов, по тем или иным, с суммами неподъём. Потому что средняя зарплата – это долларов 200, и это считалось даже хорошим. Почему мафия её любила? Замечательно. Во-первых, 150 км в час скорости при 2,5-тонном весе, в итоге этот чемодан на колесах, ни одна полицейская машина того времени догнать не могла. Ну, кроме граждан специально выпущены. При этом еще и невероятно надежный 16-силиндровый мотор. Даже если половина цилиндров выходит из строя, все равно он откуда-нибудь дотянет. Для Америки с ее большими расстояниями более чем актуально. Ко всему прочему, еще и довольно просторный салон, ну и достаточно прочная подвеска. Так что на эту машину, как на Rolls-Royce, он не может поставить броню. Чем воспользовался небезвестный Al Capone? У него было два Cadillac, оба бронированные, но поездить он в них так и не успел. Его буквально через пару лет после их выпуска арестовали. Причем у президента Соединенных Штатов такой бронированный Cadillac появился только что-то около двух лет спустя. У него необычная конструкция фар, то есть при повороте руля передний парфар поворачивается. При том, что привод назад дотонился. Как, в принципе, довольно часто делали на машинах того времени. Ну, справедливости ради, Cadillac V16 оказался всем хорош, но, увы, война. И эту модель немножко убила, хотя фирма продолжила свое существование. Просто переориентировалась в выпуск, скажем так, на боте доступной модели. Совершенно другой клиенток на Скирмане. Ну, понятно, в 80-е годы у них плаща. На цирской столовой, где ухажившая рабочая партия. И, наверное, там боте машины для бывших чиновников. И тут им свои услуги предлагает немецкая конкурс Хорьх. Создатель фирмы Ауди, между прочим. Хорьх, ну, на самом деле, там с фирмой получилось довольно забавно. Его от руководства с фирмой Хорьх отстранили. Он пытается создать новую, но назвать ее, в свою очередь, он уже по суду права не имеет. И тут ему на помощь приходит латинский язык. Хорьх, с немецким хиором, слушать. То же самое, но по-латински звучит как Ауди. В итоге новые фирмы выпускают уже машины немного других линей, в том числе, кстати, гоночные. И так получилось, что они там объединились в крупный концерт Auto Union. Хорьх, ДХВ, Вандера и, собственно, Ауди. Но Ауди, оказывается, единственной фирмой, не попавшей в советскую зону, послужив после разгрома на ФСН Германии, которая на территории ПРГ продолжает работу. И вот эту эмблему из четырех колец они у нас есть. Кстати, пару слов про московь Хорьха. Изображает он пушечное ядро. Гейлер по этому поводу шутил, что, с одной стороны, эту машину он весьма-всемо оценил, но, на самом деле, это не ездит. Предпочитал на себя ядрец. Что мол, он по этому поводу шутил. Я же не везу Хауди, чтобы ездить на ядре. А справедливости ради, у нас есть просто ретро-машины, а есть софтебры. В том смысле, что буквально там, с начала 20-го века, там и заехали. Кажем, я думаю, что в маркер-клубе с горанием появляется, что это 50-е. А кто-то умеет иметь с собой, ну, это с самого начала 20-го века, то есть, кто-то смотрит на резервный автомобиль входит. В общем, всего четыре штуки. Аж, жар, идея была многообещающая. Недорогой терминской внедорожкой, рассчитанной на самые тяжелые дороги и условия, с большим клиренсом, огромными колесами и двухтактным 25-сельным движком, например, что где-то до 50 км в час разгоняешься. Хотя, наверное, я даже не помню. Фары газовые, ацетилен поступает из золотого баллона, зажигается с помощью спички, закрывается крышка и, в принципе, светит. Будет даже довольно пусто. Правда, руль довольно неудобный. С одной стороны, он перекидывает. С любой стороны. С другой стороны, для того, чтобы повернуть, требуется довольно серьезные усилия. В принципе, то, что хорошо на карете, либо на машине, то есть два сиденья друг напротив друга, концепция VZ, она оказалась крайне удачной. Просто потому, что управляясь машиной с заднего сиденья, и тут сидеть спереди, в принципе, уж сильно ограниченный танцор. Хотя, здесь есть радиатор, здесь есть локсок, есть лобовое стекло. То есть машина была прогрессивной, то есть сама концепция была удача. В самом конце у нас, пожалуй, самое примечательное из этого варианта, ну, как примечательное, рассчитано на, я-то, на самом деле, высказывающих использующих машин, конструкции Renault. Так, видно, какая Renault лапка в личной коллекции, например, у Генри Форда. Он на ней был самым лучшим мнением. В принципе, лимунии того времени. В смысле, в смысле, в смысле, в том, что кабина отделена от салона, мы строим такие специальные переговорные устройства. Ну, примитивные уровни двухстаканчиков на веревочке. Но водитель все прекрасно слышит. Вот такой вот необычной формы клаксон в виде змеи. Ну, есть даже маскот в виде иконки. Здесь оброшен крутой крестапорт, управили всем путешественникам. И просторный салон, позволяющий сидеть прямо вот в целебре. Не снимая клонного убора. Так, ну, сам Генри Форд, при левести ради, машину любил, но прославился он совершенно другим типом. Били? Вот модель Эх. Самая массовая машина того времени. Утипийская. Но, преимущественно, в то же самое время, как был показанный Кольск в 1935, но в 1913 год запускается с нити Фордовских конвейер. И к 1927 году в частных покупках ни много ни мало. 15 миллионов таких машин. Форд добился такой массовости выпуска, с одной стороны, конвейерных производствов, с другой стороны, максимального упрощения. То есть, например, несмотря на то, что тогда уже изобрели топливный насос, на Форд его не ставили. В топливо поступает самотек. То есть, с одной стороны, это как бы себе упрощает конструкцию, с другой стороны, как на мотоцикле, мне их не сильно получается въехать в город. Ну, часто в городе. Но, в целом, крайняя простота, крайняя дешевизна. То есть, стоил Форд к началу 1913 года где-то 300 долларов, то есть, рабочего времени мог за несколько месяцев, ну, за полгода на него заработать, и обучиться езде на нем где-то за два часа. Ну, это не совсем похоже на то, к чему мы привыкли, так что теперешний водитель может и не обучиться. По крайней мере, кто-то сейчас на них даже до сих пор и ездит, есть именно строительство на автотехнике, у которых в Форд модели как в своей личной коллекции есть, но это скорее исключение, чем правило. Рядом с ним у нас уже более поздняя версия, модель А напрямую связана с нашей страной. Я понял, что модель А оказалась, ну, стала дешевой, с другой стороны более прогрессивной. Барабанные колеса, так сказать, барабанные на всех четырех колесах. Ну, А и АА, ее грузовая версия, скажем так, современник. И вот обе модели у нас в Советском Союзе выпускались по договору с фирмой Форда с 1927 года. И примерно тогда же, ну, складывается то, что впоследствии станет горьким автомобильным заводом ГАЗ. Кстати, модель АА практически полностью, ну, переименована в ГАЗ, а стала тем самым знаменитой полуторатонным грузовиком, который нас очень сильно выручил великую отличную войну. Рядом с ней у нас, ну, на самом деле, модель Music Truck, тот же самый Ford Model T, но в кузове поставили вот такой органчик типа колеона с приемлемым адвенцией. То есть, в принципе, там уже с ней человек играет на нем, но вообще оно может играть и сама по себе. Говорят, сходится по сей день. То есть, где-нибудь в американском захолосье, такая машина может, например, вложить в какую-нибудь парку. Ну, перейдем, пожалуй, сразу к нашим малышам. Дело в том, что представляем ситуацию в послевоенной бывшей нацистской германии. Многие фирмы, которые выпускали, ну, скажем, актериарства, двигатели для ООН и той же БМВ машины, выпускатели запрещены. Ну, в принципе, все, что могло бы использовать, хоть использование для времени войны, пожалуй, существует. А фирмы, что-то производить надо. В итоге, в таком случае, только во время, ну, например, на самом деле две модели, 180-е и 170-е, с разными типами крыш. В принципе, сразу понятно, кто ее делал. Вылетая кабина и слепить. Руль, напоминаю, штурвал, кресло-кресло пилота. С предельности ради машина оказалась, с одной стороны, крайне дешевой, с другой стороны, довольно-таки практичной. То есть, при небольшом весе и довольно маломощном моторе, то есть, с лошадельных сил, разгоняется ни много ни мало до 90 км в час. То есть, вполне прилично. Причем, два человека в салоне помещаются спокойно. Проще и дешевле, чем в HR-170-е была только одна модель. И это BMW EZ-250. Ну, как видите, идея была, в общем-то, витающей в воздухе. То есть, появилась она еще в Италии, фирма EZ-2. BMW эту фирму-идею купила. В последствии фирмы Henkel начала упускать что-то похожее кабинам троян. Но, я покажу на примере. В этом случае, я здесь не буду. В рамках, я не буду. В коробку передачу не будет полосом, мотор вообще сзади расположен. То есть, 60 км в час выжимается, в принципе, без особых проблем. Два человека в салоне помещаются. Ну, даже без особых проблем. Правда, проблемы начинаются, ну, скажем так, уже примерно со слова момента, когда машина куда-нибудь въезжает. Ее путь, что сзади выхода у нее нет. А дверца, ну, ее механизм довольно легко выходит из строя. Как вы хотите из положения, если во что-то въехало и не может отъехать? Полезать через еду, хорошо. Благо, оттолкать ее от препятствия можно достаточно легко. Весь там на 360 км. Ну, и, в общем-то, хотя выпускать перестань в 65-м году, на дорогу можно было стоить и в 70-е, и даже частично 80-е. И завершим мы обзор нашего этажа, пожалуй, самой первой модели у нас. А именно Dixi, да, 3-1. Была такая фирма Dixi, выпускавшая во время ОНА в малолитражной машине, но фирма BMW ее купила. Ну, и, соответственно, добавив в конструкцию свои фирменные носки. Эта машина попала к нам в коллекцию довольно, я бы сказал, довольно трагичным путем. Лазит там в качестве военного трофея одним из наших летчиков. Ну, мы из Германии много военного трофея вывезли, благо машины не были хорошие. Те же самые Хорхи очень высоко ценились. Даже у Василия Сталина, по-моему, был один такой. Но проблема, что тот летчик, который ее взял в качестве трофея, ну, довольно быстро она вышла у него из строя. Комплектующих нет. Чем заменить выше через строя элементы двигателя непонятно, он ее замкнулся. Нашли ее в совершенно ужасном состоянии, реставрировали больше года, и примерно тогда же приходит в голову идея. А что если поставить, ну скажем, покрасить ее максимально привлекающей внимание цены? Ну, сказано, сделано, и в итоге сразу понятно, с чего наша экспозиция вообще началась. Началась. Началась с того, что мы обойдем в Комп-фактор, трехколесных мотоциклов, и в городе в Киеве испретают ХМЗ-1В. На самом деле модель оказалась крайне неудачной, то есть выпускается она довольно-таки недолгое время, буквально четыре года. Сколько их выпущено, неизвестно, просто потому что ресурс у них крайне ограничен, в семь тысяч километров максимум. Маломощный довольно-таки моторчик, всего лишь две, ну две с половиной больше, ну, дальше вот даже до трех ушли, и все. Разгоняется он, правда, до 50 км в час, но, с другой стороны, в гору она разгоняется очень плохо. В итоге от такого форм-фактора очень быстро отказываются, сохранились считанные единицы, потому что многие из них просто ломались и выходили из строя, и переносится их производство в город Серху, в том числе, ну, знаменитая СМЗ «Моргуновка», кстати, мы ее увидим внизу. А сейчас, пожалуй, перейдем к следующему. Клювсера — мы, немцы, тоже опускали некий аналог, ну, правда, еще довоенный. Вольфа — ну, в принципе, такая же военная коляска, но чем замечательно? На нее ставится на числении тысячи, например. Собственно, они даже делались достаточно крупным форм-фактором, то есть, по сути, небольшой автомобильчик. Ну вот, представляем себе, на ответ, как сказать, солдат во время Великой Отечественной войны. Вот почему они нас безоговорочно превосходили? Так это по легкому транспорту для перевозки пехоты. В основном, конечно, по вездеходам. У нас в своих практически не было, приходилось воевать на Лен-Лизовске. А вот по мотоциклам у нас был более мини-паритет. Немцы, в основном, используя мотоциклы производства группы, Сюндап, ну, частично Вандера и BMW, но передавят Сюндап КС-750, тип Сахара. Почему? Потому что предназначен для африканского фронта, ну, где воевал корни с родителями. Справились ради, многие из них вообще красились в такой характерный песчаный цвет. Ну, потом, понятным делом, когда их перекинули к нам на Восточный фронт, перекрасили его темно-серой. Довольно надежная машина, рассчитанная на бездорожье. Прогоняется до 95 км в час. Ну, для защиты экипажа оборудованным пулеметом МГ-34 или МГ-42. Совершенно дикальная вещь. Надо сказать, что настолько же гениальная, насколько же и была, по сути, своей оружием отчаяния. Танкетка Голиат. В принципе, тронка бекад за того времени. Немцы подпоняли, что им, ну, в 43-м году, с одной стороны, уже появились такие танки, как «Тигр» или «Пантера», с другой стороны, все равно этого как-то не хватает. В итоге, чтобы подрывать нашу бронетехнику, они использовали вот такие вот «Голиат». На него ставили мину. Какой-какой заряд вооружения он в себе. Управлялся по радио. Подъехать под наш танк и подорваться. Проблема, что стоила такая штука, как противотанковая пушка. В итоге использовалась уже больше как отчаяние, например, уже в 44-м году и в 45-м при обороне Берлина. Ну, справились ради выпущенных не так уж и много штук, всего лишь чуть больше двух тысяч. Ну, тем не менее. У вас своя реставрационная реставрация? Ну, да. Все это вот я смотрю реставрирование. Ну, в общем-то, да. Я уже упоминал первый уход. Упускал большие такие вот грузовики для перевозки. Хорошие. Из личного поставок. То есть радио. Он, в отличие, например, от какого-то там «Геномака», не бронированный. Но, тем не менее, довольно неплохая группа подъема. Хорошие проходили. В общем-то, уже был довольно желан в военной трофейке. Так. Я уже упоминал, что одна сторона основных материалов сражались собственными мотоциклами «Герман ГЛМВ». Ну, это две наиболее сопоставленных модели. Р-71 и Р-35. Ну, справились ради. К ним чаще всего колясками летели. Это были двухколеты мотоцикла. Довольно-таки легкие. Довольно-таки удобные. Ну, и легкие, в том числе и в производстве. Разгоняюсь до 100 км в час. При достаточно небольшой мощности. Ну, и, в общем-то, довольно неприхотливые и простые в эксплуатации мотоциклы. Совершенно уникальный, пожалуй, один из лучших по части сохранности. Ну да, Вестер Шмидт ВП-109. Пожалуй, один из самых лучших самолетов, который выпускала Германия того времени. Одна из тех причин, почему мы решили несколько изменить наш подход к повернувству истребителей. Их раньше не считали, что Манега, если хорошее вооружение, это самое главное. А потом решили, что нет. Ну, осталось, что мы с Мессишкизм еще в Испании через 100 кг. Поняли, что нет. Кровозная и шире скорость. Просто потому, что эта штука разгоняла где-то до 600 км в час. Вот так и появилась у нас Яковлевская серия, которая ему по скорости и чуть не уступала, а по вооружении до местами превосходим. Вот этот вот, 109-й, мы смогли извлечь садное озеро, по-моему, на Доге. Нашли мы его до практически в кровознавом состоянии. Ну, благо, температура низкая, вода пресная. В итоге найден он в довольно неплохом состоянии, даже несмотря на то, что его явно сбили. То есть, видны даже среды попадания. То, что мотор... Ну, скажем так, тогдашние пропеллеры у нас и у немцев делали, вспомнил, из алюминия. Британцы сделали, например, из дерева. Вспомнился ради, это, конечно, было проще. Такой мотор был большим ресурсом, но если пропеллер вернуться, это оказывало механического действия на сам двигатель, и в итоге он вполне мог выйти из строя. Рядом с ним у нас... Я бы сказал вам, насколько же необычная, насколько и удачная модель. Немцы служили, в том числе, и вот такие вот полугусничные мотоциклы. Это Кэптон Крафт, речки Ашкей... Вон, не знаю, Альхундердон Айс. Хоке-101. Чем примечательно? Несмотря на довольно неуклюжий внешний вид, разгоняется до 70 км в час. Он дает замечательной проходимостью. И, в принципе, оказался настолько удачной моделью, что даже после войны немцы использовали в сельском хозяйстве. Ну, в принципе, как гусеничный фрактор, только при этом в форм-факторе мотоцикла. В принципе, единственная проблема — достаточно большой вес, больше тонны. При этом вполне может унести двух человек личного состава, еще несколько центнеров грозы, да еще и орудия. Ну, позади можно прицепить. Ну, я не знаю, прицепить с чем-нибудь. Скажем так, важно. Ну, так. Здесь пирамиды прожектора, по-принципу, всего по-диногу. Скажем, вот такой вот директор прожектора лавров СВ-30. Чтобы сбить вражеский истребитель, грустно его как-нибудь заветить. В ночном небе этот проект довольно проблематично. В итоге целый расчет подсвечивает, пускай он так небо, пока не найдет вражеский самолет, после чего дело переходит к зенитчикам. Ну, у нас были свои, но агенцы использовали вот такие вот СВ-36. Это очень быстрее. После разгрома нас в Германии многие здесь были в качестве трофеи, дослуживали уже в наше. Ну, в предыдущей ради штука достаточно простая, но в производстве, поэтому еще и перенос, что они все равно складываются и приводятся на эти другие. Здесь у нас есть не только СИЗАП, не только БМВ, но и вот такой вот ванда соркового года выпуска. Довольно лимитированная серия, в том смысле, что такой популярности, как в другими версиями, они не спускали. Но, тем не менее, тоже использовались на общих основаниях. Были, поскольку чуть полегче, чем БМВ, это тоже для того собой преимущественно, например, маневренности, ну и частичной необходимости, но мощности обладали чуть меньше. Есть у нас и серия, так сказать, частично из ближайшего зарубежья, то есть, Советского Союза уже после военных. Например, мотоциклы Ява, в том числе один из них, скажем так, с довольно необычными шипастыми шинами. Дело в том, что это гонусный мотоцикл, рассчитанный на ледовое время, ну, то есть именно на зимнее время. Ну и, соответственно, шипы позволяют спокойно двигаться в больницу. Причем без особых проблем. По всем прочим, он еще и довольно легкий. Скорость называет большой, но при этом очень маневренный. Вот про элитеральность. Здесь у нас есть и наша Ищевская серия. Мотоциклы выпуска Dish. В принципе, концепция... Ну да, в принципе, концепция Enduro. Она стоила достаточно рано, ну, рассчитана вот именно на гонки, причем по пересеченной местности. Ну, и Dish был, скажем так, попыткой сделать что-то свое. Примерно в том же Старко-Факторе. И, я бы сказал, более чем удачно. Помимо мотоциклов, у нас еще и авиации есть. В частности, мы заключили договор, что мы им не тягивали, чтобы и часть, и музея самолетов выставили у нас. Ну, и вот у Т-1 и у Т-2, это, пожалуй, с одной стороны. Они не были предназначены для ледения боевых людей. Это достаточно поздняя работа Яковлева. Они предназначали для обучения ручков и стрелителей. Ну, были, скажем так, достаточно простыми посвоениями. Ну, по крайней мере, у Т-1 так точно. У Т-2 предназначен для более оптокольчика. Но в годы войны у нас много авиации просто банально выбили. Часть уничтожили просто им на аэродромах. Ну, и как выходить из положения. А вот поставили на них поливёт, подвесили бомбы, использовали как лёгкие рзаточные штурмовики. В поливесе ради для боя они были не предназначены от слова совсем. В итоге, многие из них просто убивали. И до нашего времени дожили на считанные единицы. Так что у Т-1 и у Т-2, я не уберусь утверждать, что это последний в своём городе. Но, по крайней мере, одни из последний. Я Т-18 тоже назначался для обучения. Но, скажем так, это скорее обучение не столько лётчик-истребителя, сколько лётчик-истребителя, что более как. Машина оказалась намного более совершенной. Кстати, ну, то, что немного другой фюзеляж, но, по всему, небольшая крытая кабина в отличие от Т-1 и Т-2. Их, пожалуй, сохранилось несколько больше. В боевых действиях они не участвуют. Из фотошипов, по-другому, особенно примечательно Иши-Видер и Иши-Вайон. Что у вас в каком виде? В общем-то, у меня не как. То есть, у них есть общая фраза. Соответственно, смотрите, с двухсекционным раторно-поршнями мотора. Плюс, ради идеи с раторными агрегатами. Она появилась уже достаточно давно на тот момент. Но мотоциклы как-то не прижили. Идея лидера выпускать что-то делать. Ну, скажем так, тяжелый мотоцикл для сопровождения, например, для сроков правительственных аспортов, для мотоциклов для охраны. Но так она в серию не пошла из-за технической сложности. Но идея витала в воздухе. В итоге начали похожие трюки стоять уже на маршруте. Нормали. Их планета спорт. В принципе, я уже упомянул концепцию дуру. Но это немного другой вариант. Это спортивный серийный выпуск. Частичная идея пакет с мотоциклов. Но был, в общем, в очень высоком качестве. Ну и, в принципе, экспортировался в многие страны. Не только, скажем так, в страны ОВД, но и, в принципе, в страны НАТО тоже. Это модель, наверное, в 70-х, да? Ну да, около того, собственно, в 79-е годы. Монка, да. 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 В принципе, честно, это скорее даже не мотоцикл Абакароли. Но, тем не менее, 25-й, почти с 12-12-го для подчаса скорости. То есть, в принципе, нормальный мотоцикл. Ну и ряд к ним и Швега. В принципе, 500-й. Предназначен не столько для гонок, сколько вот именно для дальних поездок, дорожный мотоцикл, но, тем не менее, есть особая популярность в месяцах. Вот это что? Да. Да. Здесь у нас есть есть фотографии. Так. Ну, коляска не правда. А, это коляска опять. Держи. Я иду зону. Ну да, да. Все теперь понятно. Да. Правда, нет вопроса. Из такой я выскакивала, когда на танцы не ездила. На ручку. Ха-ха-ха. 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 Хорошая жизнь. Ха-ха-ха. В общем, вот такие ездили у нас с вами. Ну, заведите моторолю правей. Чем прямая часть? В принципе, грузовой моторолю. Моторолю. Как за грузой. Перевозить достаточно, может, достаточно серьезные грузы. В общем, больше двух миллионов штук. Что, в общем, очень даже неплохо. Начиналось где-то в 400 кг грузоподъемности, но там все больше и больше и больше. И это все при 11 л.с. и мощности. Ну, что-то незаменимый был для меня. Я хочу саму маршаду. Сейчас, кажется, мы на лоб перешли, но, как по мне, никакого преимущества в этом плане нет. Так. Так. Таковики-то у вас нет, получается? Ээээ... 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 это пример того, как надо моторолю сделать правильно. То есть, если с чем сравнивать, то с какой-нибудь там Vespa, но, если у Vespa пара сверху, то здесь она снизу, и на ней, по всему прочему, еще можно смонтировать какой-нибудь корзин. По всему прочему, и сзади еще и крепится вот такой вот прицеп. На одном кресе, есть еще примечательный. То есть, формальный даже не совсем считается прицепом, по частям, с самого мотороллера. Выпускалась, ну, довольно-таки долго. Собственно, больше семи лет. Ну, и, в общем, на их производство наладили, в том числе, и в других странах. В общем, у Чехов оказалась очень даже неплохая идея. Ну, собрались ради прицеп-багажника в общем достаточно ограниченности. И так они, в основном, пускались без него. Ну, и завершим мы, пожалуй, этот этаж обзором от «Полин Лив». То есть, в принципе, в том числе, такого типа. Ну, в том числе, парни, только «Харлей Дэвидсон» называется «Индианы». Чуть более мощные, но и чуть более тяжелые. Ну, и, в общем, выпускаются еще с предначала 30-х годов. где-то 30-х годов. скоростей, что примитация была очень даже неплохо. И, в принципе, оказались очень даже неплохой идеей. Ну, в России, где не используется «Индианы». «Харлей Дэвидсон» это бренд. «Харлей Дэвидсон» стоит такая, что, в принципе, может захитить даже от лентовки моста. Стекла, заметьте, в довольно необычной форме. Во-первых, они очень толстые, там, почти 4 сантиметра толщины, и весят каждая около 40-ка килограмм. Поднимаются они необычные там края. То есть, они тоже существуют. А, а, это, на самом деле, достаточно необычные. Похожие стекла, например, используют для создания взрослых грехов. То есть, это тоже умеется. Говорят, Сталин каждый раз. А, да? Это самое. Сейчас вы будете действовать? Думаю, что да. Другой вопрос, что вопрос о его значении. То есть, проявить сразу, выпускать, и его продолжать выпускать. Но вот, для чего его используют, я сейчас говорю, не в курсе. Они, по-моему, отличаются, да? да, немного. Ну, мне кажется, он покупал лучше. Умм, да. Ну, не в курсе. Нет. Ну, с другой стороны, может быть, даже и логично, просто потому, что если открыли, то, скорее всего, те более прозрачные, какие-то макро, в смысле, честно, не видно. Ну, да. чтобы, не, чтобы было видно. Говорят, Сталин, ну, если просеркнул подозрение, насколько, что он выезжал нескольким кортежем, в одном из них находится он, в остальных, ну, остальные машины ездят пустыми, тоже сопровождение кортежем. Кто из них подоедет, непонятно, соответственно, какому из них станет тоже подоедется. Рядом с ним у нас 110-й здесь. Примерно то же самое, но, в отличие от него, броня и снабжок. На этой машине ездил в лаврячу полный бусин. Это, по-моему, уже в общей макроцине. Такие машины, кстати, в общем, чуть больше серий, и потом дослуживали, ну, как говорили, спецами. На общем, основали качество. То есть, зверей не боялся? Куша не получается, если он не знал, не бронированный? Ну, если что, если он боялся, ну, правда, точно была. А вот, насчет качественного бронирования, скорее всего, оно было чуть пониже. То есть, от винтовки вы точно не получите. Так. Пожалуй, мы перейдем... Я уже упоминал, да. Я уже упоминал, что это коляска. Я после моего серого проявления по сквально. Ну, и теперь, нами SMZ. То есть, по крайней мере, мы решили ту же самую проблему немножко в другом. Была до этого SMZ-1. Она, может, трехколесной, и, в принципе, являлась вот таком. Но, примерно, с тем же самым двигателем, восьмисильным, создали, да, в общем-то, символ того времени. То есть, после того, как она засветилась операция И, причем, судя по всему, Маргунов, ну, бывал, купил ее уже в списном состоянии, потому что такая машина тоже была небольшим ресурсом, и списывалась где-то, ну, после двадцати тысячи километров пробега. ну, и, скорее всего, ну, опять же, предназначена на два места. После этого, человеку, у которого ресурс машинцы выработала, бесплатно давали новую. Ну, поскольку, возможно, передвигаться самостоятельно, его нет. Ну, да. Мотоколяска. Кстати, до сих пор, у нас 13 чайна, официально выпускается с 59-го, неофициально, идея еще с 58-го. В принципе, длинный, массивный, без больших двух тонн, довольно-таки, можно двигаться, почти 200 л.с. В принципе, достаточно активно используется для самых разных целей, то есть, если изначально это была машина для высших советских чиновников, то впоследствии, когда многие из них списывались, они дослуживали, опять же, как коллега скорой помощи, как такси. Часть из них купил себе Массфирм, потому что чайка удала большую плавность ухода, и если из кузовы поставить в камеру, в принципе, после этого качества получается съемка. Но, опять же, они не выпускали такие машины, этот Массфирм сам перерабатывал. Ну, справедливо, сразу выпускали до 81-го года, но довольно быстро появляется другая версия. Скажем так, не совершенно, ГАЗ-4. С проникса подросла в массе, то есть больше трех тонн, по длине, ну, довольно-таки внушительная, это один из самых длинных серийных автомобилей того времени, но, с другой стороны, более мощный двигатель, более современный дизайн, то есть разгонялся до 175 км в час, спокойно, что для такого габаритного автомобиля прекрасно похожа, при этом, достаточно комфортно по сравнению с для отличающих самок и тех, кто вас замечательный. это была плата для усиленный двигатель, заусиленный двигатель, то есть подросла сама по себе масса машины, ну, и пропорционально зато увеличение денег для большей вместимости. Рядом с ней масса автомобиль предназначает предназначение кличеря гибриды есть прежний. Это, мэрдарьинка, пах, вентиляция, довольно-таки шокер, а он 8, тоже, да, 200 км на скорости. Я не видел, в принципе, с разных любителями, любилым в детстве, самостоятельным, без шокера, и, в принципе, на этой машине он не мог гонять. Это, кстати, любимый его подарок как? Да, или какие в области. Вы сейчас вас дарите. Как дарите, что вы видите, так и помню. Так. Ну, здесь у нас достаточно характеров последнего времени зим. Волка ГАЗа модификация с маршинской звездой и с окурией пастью. Ну, то есть, на самом деле на дорогах можно стоять по сей день, с маршинской звездой. Ну, чуть ли не личный заказ маршала Жукова, который как раз таки сидел в приемке. Она, скажем так, выпускалась несколько лет, но потом все равно перешли к предыдущему варианту. По мне, все-таки более сильная. Так. Силу 113. Мехия машина для перевозки как вообще, приема, 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 тоже достаточно скоростая, тоже достаточно мощная. В принципе, сравнивая четыреста чайки, по-моему, на нее похожи. по-моему, там она, еще у нее достаточно небольшая, небольшой конструктивный элемент, в итоге такая машина практически не может перевернуться. То есть, их даже специально испытывают, причем не, каждому испытателю платят, ну, довольно солидную сумму, чтобы он на испытаниях выложился по полной и ее перевернуть. Никому за 25 лет так не удалось. Говорят, там специально какие-то элементы утяжеления смонтированы в ней, в итоге у нее очень смещенный центр тяжести. Собственно, благодаря этому и достигается ее разница. Каз-Раунд 320 выпущен в достаточно небольшой серии в 5, здесь указано 5, на самом деле 6 штук, потому что одна такая машина белого цвета была подарена Фиделю Каз. Дело в том, что рассчитана была специально на него, собственно, белая была первой, потому что просто санитарную машину увозить в даже нельзя, а сам Кастро был уже достаточно пожилым человеком. К тому же он был высокого роста, в итоге в салон просто не помещался, что-то минут 95 в нем было. В итоге выпустили специальную серию с еще и дополнительным кондиционером, что, опять-таки, важно для тропического климата Кубы. В итоге, если он терял сознание, его могли бы потенциально загрузить и отвезти в больницу. Ради потребностей в ней, по-моему, особенной не возникало, но выпущено 5 штук уже впоследствии у нас. Ну и, в принципе, машина каталась и довольно скрышкой всего времени, но у нас есть настоящий шедевр. Просто потому что вы, наверное, уже его заметили. нечастливее. Нечастливее. специальная приступочка, на которой вполне может стоять несколько групп ну, человек из охраны защищает, так сказать, своими телами и того, кто едет внутри. Ну, и при необходимости вполне можно спокойно с него скачать. Люк в крыше. Машина оборудована еще и пулеметом, то есть, в принципе, это спокойно может выйти со стрелок. Заднее стекло тоже при необходимости опускается и обои можно вести оттуда. А главное необычный такой конструктивный элемент. Кузовы переводится глушилка. То есть, при необходимости включается и в несколько сотен метров от машины вся электроника, включая даже наручные часы, выходит из строя. Ну, так и перестает работать. То есть, по-настоящему, я бы сказал, весьма интересное изобретение для своего времени, но довольно-таки мелкосериями. Всего 8 штук выпущены. Ну, опять-таки, при довольно солидных габаритах и наличие брони, увеличивающих ее массу до больше чем, ну, почти 3,5 тонн, разгоняется до 200 км в час. То есть, с мощностью мотора не всю. Ну, да. Ну, опять же, оно и для нашего времени. Ну, да. Я уже упоминал, скажем так, что мы взяли много боевых родителей, что с комплектующим у них были проблемы, ну, вот такой вот москвич 401, это попытка эту проблему решить. Скопировали его с немецкого облика «Дета». В принципе, была попытка даже наладить производство таких же москвичей, и более чем удачно выпущенных около 200 тысяч штук, что, в принципе, достаточно неплохо. Ну, справились ради, идея оказалась довольно совершенной, но довольно быстро вычисленной более современной модели. Ну, хотя бы, не знаю, той же «Волгой», тем же «Зимом», той же «Победой», то есть, другими машинами того же самого времени. То есть, мы прекрасно видим, что страна Советов, с одной стороны, выпускала довольно ограниченный ряд автомобилей, с другой стороны, популярностью они пользовались. то есть, та же «Волга-Газ-21», она впоследствии производилась еще и за границей, в том числе, например, была итальянская фермогия, которую мы видели, ну, например, той «Шахской» «ДЛАЕ-135», она выпускала, в том числе, и наши «Газ-21» с немного другой формой радиатора. Так что… А «Волгу» с чего скопировали? Так, а он толком неизвестно. Вот «Жигулевы» точно скопировали с «Пиата». «Зил-110» с «Папкорна», а вот с чего «Волгу», честно говоря, не больше. Она больше похожа на «Форд». Вот немного, да. Ну, и завершим, пожалуй, новый «Мерси СМЗ», ну, скажем так, 70-х уже годов. Мы видели «Волгу» типа «Баргуновского» типа. Примерно то же самое, но, скажем так, чуть более осовременный дизайн, с более… ну, конструкция появляется уже не полотняная, а полоправная крыша, остекленный салон, при этом весит на чуть менее 500 кг. Ну, по сравнению с «СМЗ» все-таки сильно больше получается, насколько я помню, в районе 360. ну, двигатель неомоциклетного типа на 4-м случае 1С и разгоняется эта штука где-то до 70 км в час. Немножко напоминает «Запорожец» в сильно уменьшенном виде, но, пожалуй, если и сравнивать, то, скорее, в пользу «Запорожец». «Запор» если вы с вами будете всеми салон и и салон салон в Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова